Сегодня под председательством главы региона Ербола Карашукеева состоялось очередное аппаратное совещание. На повестке дня было два вопроса. Это ремонт дорог местного значения и вопросы безопасности в предстоящий купальный сезон. На совещании с представителями власти было отмечено, что качество работ по реконструкции раскопанных улиц города не выдерживает критики. Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мурат Саурыков, выступивший с докладом на совещании, отметил, что сеть автомобильных дорог и улиц населенных пунктов региона на сегодняшний день составляет 10 084 километра. В 2024 году с учетом последних уточнений бюджета на ремонт автодорог местного значения и улиц населенных пунктов было выделено в общей сложности 23,3 миллиарда в тенге. За счет выделенных средств планируется охватить строительством 16,5 километров уличных дорог и одного моста. Реконструкцией трех километров дорог и средним ремонтом 631,9 километров дорог. Целью выделения средств с начала года было своевременное проведение процедур госзакупок для своевременного исправления образовавшихся после зимнего периода ям на дорогах. Однако на сегодняшний день, несмотря на своевременное выделение средств в Курдайском районе, конкурс госзакупок до сих пор не объявлен. Отметим, что за январь-май текущего года через социальные сети поступило 239 жалоб по качеству дорог на улицах города. Подчеркнув важность данного вопроса, глава региона также получил ответы от района Хакимов. В свою очередь, Ербол Карашукеев принял во внимание ряд проблемных вопросов и возложил на ответственных лиц конкретные задачи. После полного завершения работ по улице Тулеби в городе, возьмите на строгий контроль качественное восстановление дорог. Второй вопрос повестки дня является актуальным на сегодняшний день. С приходом купального сезона работы в этом направлении идут полным ходом. Об этом сообщил заместитель руководителя областного департамента по чрезвычайным ситуациям Руслан Орнбеков. По словам докладчика, в целях обеспечения безопасности людей профилактические рейды и патрульные работы проводятся непрерывно и по утвержденному графику. Во время последнего звонка школьников текущего года сотрудниками департамента на открытом классном часе был организован ряд разъяснительных работ на тему правил безопасности на воде. Это про войско, потому что в прошлом году у нас во время купального сезона погибло 5 человек, из них 3 ребенка. Поэтому особое внимание уделяется безопасности детей. В завершении совещания Аким области принял во внимание поднятые вопросы и поставил перед ответственными лицами конкретные задачи. Акимом городов и районов совместно с ДЧС взять на контроль запрещенные места купания и усилить контроль. Полин Жанахпаев, 77 Ньюс.